Предотвратить незаконную вырубку хвойных деревьев пытаются природоохранные службы на востоке Казахстана. Там объявили настоящую войну браконьерам, елочные рейды проводят каждый день, по периметру лесничеств установлены блокпосты, организовано дежурство на рынках. Тотальным контролем в регионе намерены охватить площади государственного лесного фонда, это более 2 миллионов гектаров зеленых насаждений. Свидетелем развернувшейся борьбы с елочным ажиотажем стал Вячеслав Итлугин. В вашу сторону из-за опушки двигается машина. Давайте проверим. В лесхозах Восточного Казахстана сезонное усиление. Въезды и выезды перекрыты блокпостами. Особо предприимчивые восточно-казахстанцы не прочь подзаработать на продаже натуральных елей. На территории лесхоза создаются мобильные группы. В этом году их число 5. На машинах патрулируем мы особо посещаемые места нашего лесхоза. Территория лесных хозяйств по периметру патрулируют на снегоходах. Но за всем не уследишь. Только на Востоке сосредоточено свыше полутора миллионов гектаров хвойных. За каждым деревом пост не поставишь. Поэтому срубленные елки обходными путями все-таки доставляют до рынков. Константин Александрович, сейчас в отношении вас составлен административный протокол. Дали, да, что за этот штраф предусмотрен, за реализацию елок, допустим, без документов? Я знаю, что незаконная вырубка предусматривает штаб. Но у меня как бы есть, что люди привезли мне с документами. Елочные ветки и верхушки должны продаваться с документами, лесорубочным билетом. Однако в подлинности большинства так называемых хвойных паспортов полицейские сомневаются. Только в декабре природоохранные полицейские пресекли 37 фактов незаконной реализации елочных веток. Впрочем, покупателей живого товара часто не интересует его происхождение. Елку. Мне не нужны документы на нее или что? Мне, как рядовому покупателю, это совершенно не нужно. Именно поэтому сезонный елочный бизнес настолько популярен. Его схема проста. Предприниматель приезжает на Деляну, где покупает у лесозаготовителей так называемый неликвид. Это срубленные верхушки и ветки елей. Покупает их по 50-100 тенге, а продает на рынке по 500. В таких случаях документы на товар лесхозы предоставляют. Подталкивает елочный ажиотаж восточных казахстанцев часто на необдуманные поступки. На канал 102 обратились администрации одной из средних школ о том, что у них в территории ночью спилили елку. Приехав на место происшествия, мы по елочным иголочкам дошли до квартиры правонарушителя, где его мы задержали. О чем имеется видео, где уже нарушитель данную елочку нарядил. Настоящий праздник искусственная ель вряд ли испортит. А незаконно добытая новогодняя красавица может серьезно перечеркнуть все новогодние планы и обойтись минимум в 20 с лишним тысяч тенге административного штрафа. Вячеслав Петлугин и Жигер Бабаканов. Восточно-Казахстанская область. Итоги дня. Субтитры создавал DimaTorzok